Убираем ноты, протаптываем тропы с восходами солнца, ветер разливает и головы. Меня зовут Виктория, у нас хэр улицы Херсон. Мы избавляем город от нацистской символики. Мы не боимся быть русскими. Херсон это русский город. Эта мелодия из наших городов сливается в одну историю из трех цветов нашего флага белого, синего, красного. И над нами не властны другие государства, наша сила все целью. Мы убираем символики, убираем украинские флаги по всем улицам Херсона. Так как молодежь считает вместе с остальными, что это фашистская символика, которая несет только с собой горе и разочарование. Государство, наша сила все цельно принадлежит России. Отсилем осенний ветер, а плавен в тепл, моя свобода, это моя линия света существования. Спасибо России за это. Приветствую вас, друзья. Подобных сюжетов со страшной силой рвет пуканы у сведовых. Сперва они комментировали следующим образом, что это не может быть никто из Херсонской области. Конечно, это привезли из московских болот. Я просто цитирую. Униан точка нет. Из московских болот завезли молодежь. Потом, правда, они раскопали, выяснилось, на том же Униане прочитал, что это Елизавета Барсук. Она действительно не из Херсона, она из Николаевской области. Снегиревка Николаевской области. Вот. И, конечно, девушке достается просто... Надеюсь, что она достаточно занята оффлайном и просто не заходит в сети и читает то, что пишут ее соплеменники. И я уверен, что, конечно, здесь легко можно предположить, что это специально обученные люди за долю малую, отписанную в гривнах. Но подозреваю, что абсолютно искренне зомбированные этой киевской пропагандой люди просто рвут всех тех, кто участвует в деноцификации. Ну, собственно, они и нас-то называют орками. Орки из московских болот. А уж к своим коллаборантам, как они называют, отношения там понятно какое. Поэтому, мне кажется, надо поддерживать вот этих ребят, особенно молодежь, которые участвуют в деноцификации. Как-то, ну, не знаю, лучики посылать, лайки ставить, если ничего другого не придумывается.